Добрый день всем любителям влажного бритья Сегодня у нас очередное бритье Оно чуть-чуть не по графику Почему не по графику? Во-первых, хотелось отрастить чуть-чуть побольше Чем двухсуточно Ну вот у нас два с половиной дня Получилось И я понял, что надо бриться Потому что хочу еще раз протестировать калибри Вот, станочек мне дали там на восемь дней всего Поэтому надо по максимуму возможно его загрузить После первого использования остались с нему вопросы И поэтому мы сейчас постараемся эти вопросы снять Снимать мы вопросы сегодня будем следующим образом Значит, мы сегодня возьмем сразу две головы И закрытую, и открытую голову калибри У них ГАП одинаковый, один и один Лезвие Лезвие, ребят, мы сегодня будем использовать физер Новую пачечку открыл Лезвие новое Первый проход будет Так, эти мы убираем тогда сразу Значит, почему физер? Потому что в предыдущий раз мы брились тритом На закрытой голове мне не очень понравилось Хотя трит мне изначально очень нравится В других станках ее поведение не нравилось Значит, дальше Что у нас будет дальше, ребят? Дальше будет новинка канала Мыло Вот такой вот Шейвинг Соб Клабман Пинаут Маленькая баночка у меня 59 Да, 59 грамм Вот так оно выглядит Лежит у меня давно Лежит давно Ждет своего часа Значит, я думаю, что сейчас я отсюда возьму кусочек И утром буду ее в чашу Утром брать мы будем лопаточкой Моей Средством после бритья Так как бритье вечернее, ребят То Сегодня я вам покажу свой бальзамчик Вот такой вот Который у меня есть Мистер Джентли Вот Бальзам после бритья Очень такой приятный Аромат спокойный Я им иногда пользуюсь Но редко Честно говоря Вот уже, наверное, год он у меня стоит Если Год, наверное Ну, максимум, может, там Четверть израсходовал И то, наверное, навряд ли Вот И По мазочкам По мазочкам По мазочкам будет у нас Предварительно замоченный Бурсучок от компании Зенит И Соответственно, все это дело Месить мы будем в чашу От компании Мужской Мир Так Давайте пока приступим Значит К мылу Сейчас его сразу туда Набухаем Тут на крышке Еще вот есть мыло Чтобы оно не пропадало Сейчас тут Наберем, по-моему, так только С боков уже этого хватит Ну Я думаю, что да Этого нам вполне хватит Того, что мы наскребли Ребят, честно сказать Не Считаю там Сколько среднего мыла я трачу Там за бритье Потому что Что-то я многовато, конечно, бомбанул Мыло, ребят, мягкое Очень похоже на по консистенции На Декларейшн О На Грумин Депт Ингресс Который был В предыдущих обзорах у меня Прям вот Такой нейтральный Чуть-чуть Свежачком Таким Отдает Аромат Сейчас посмотрим Что будет у нас Где-то я его покупал Не помню Уже так Только какая-то акция была Скидка на него, что ли Думаю, дай-ка кину Посмотрю Что за мыло Так, значит, смотрите, ребят Мыло утрамбовал в чаше Ну, как утрамбовал Бомбан, так ведь, больше размазал По чаше Так, значит, заряжаем лезвие Лезвие, напомню, физа Новенькое Нехоженое Даже специально распечатал Новую упаковочку На 10 лезвий Была у меня пятерка Тут валялось Но я думал, что там еще есть А там уже Тю-тю кончились Вот Поэтому Ну, я физером долго не бреюсь Я им 2-3 раза краю И все Вот Потому что дальше Как-то мне он Не очень нравится Его поведение Начинает где-то Поддергивать там Ну, и что себя это Мучить Значит, ребят Ну, как уже и говорил Небольшие ушки Ну, как небольшие Хотя Тут, можно сказать, большие ушки Вот Из-за миниатюрности Головы Сверху и снизу По вылету Все отлично Вот Так Мыло мы сюда Откладываем И давайте И давайте тогда Начинать процесс Сейчас мы еще Брусечку Отдадим Так Много Стряхнули Брусечку Брусечку Требует еще воды Мы воды добавим Нам не жалко Сейчас я чувствую Пойдет ураган Значит, ребят Что могу сказать По бурсукам Они Никогда Какой-то Ну, им Прежде всего Надо Нахомячить себя Пеной То есть А потом Уже мы Это все Будем Лицезреть В чаши Пена полезла Пена полезла Смотрите О Как распушился Водички Добавим Так И Это все Аккуратненько Заправим Обратно Да Аккуратненько Вряд ли Получится Так Я считаю Что главное Мы пену Сбили Помазок У нас Загрузился В чашу Пена Тоже есть Если что Мы ей Воспользуемся Помазок В чашу Не ставлю Намочу лицо И вперед Так Смочили лицо Берем наш Помазочище Вот Ребят Для чего Нужен Большой Хороший Помазок Раз И все Отличный Нейтральный Запах Все Пина Пина Разлетается Так Смываем Пину С рук С рук Значит В чем Наш Сегодня Будет План Одну Сторону Бреем Закрытой Гребенкой В два Прохода Вторую Сторону Бреем Открытой Гребенкой Также В два Прохода Гребенка Гребенка Так Ребят Что могу Сказать Скольжение По такой Консистенции Мыло Отличное Как мы Видим Да Станочек Порхает Вообще Просто Супер Сейчас Специально Не буду Смотреть Сколько У нас Там Осталось Ребят Кто-то Может Сказать Что На Этой Стороне Где Будет Открытой Гребенка У Этой Стороны Будет Преимущество Потому Что Мыло Мы Сюда Нанесли Раньше Но Я Особо Как бы Так Не Думаю Потому Что Если бы У меня Была Чувствительная Кожа Да Можно Было Бы Сказать Что Какое-то Преимущество Есть Но Хорошая Плотная Пенка Такая Плюс Что Она Не Супер Пустая У меня Вот Для Ее Консистенции Я Считаю Отлично Преимущество Только сейчас Обратил внимание Что под носом я не пробрил Все, ребят, первый проход Второй закончили мы с этой стороны Видели, да, все равно Несколько лишних движений у нас было Так, снимаем мы эту плиту Закрытую одеваем открытую Лезвие остается все тот же физер Ребят, накатка в принципе удобная Ручка хорошая Вот, ну, тут уже на вкус и цвет Кому что нравится Так, мыло обновлять не будем Мыло, видите, нормально стоит То есть два прохода Оно у нас Выдерживает По первым ощущениям Чуть-чуть поагрессивней Открытая гребеночка Открытая гребеночка Открытая гребеночка Ребят, скажите, не по скольжению Вполне достаточно Так Берем помазочек Тут можно Уже никуда не массировать Пену просто нанести ее Красящими движениями Красящими движениями Второй проход Второй проход Сверхи Пену просто нанести ее Подопрепnar Требеночки По полу Открытая гребеночка вот не знаю второй раз я натыкаюсь на эту ну не то что проблема на этот нюанс открытых голов сейчас я после бритья скажу в чем дело что я имею ввиду под словом нюанс значит ребят будем считать что два прохода мы завершили чуть лучше сняла открытая голова ну потому что она чуть по агрессивнее все таки ребят тут даже как бы я думаю что никто спорить не будет со мной хотя может быть тут и поспорит почему и нет а а видите с этой стороны где была у нас закрытая плита тут еще можно что то почистить ну а теперь ребят у нас ну это уже не тут уже все ну видите все равно вот сейчас давайте сейчас умоюсь и будем наносить бальзам и будем разговаривать дальше так так вытираемся ребят ну побрились отлично мыло что со своей задачей справилась кожу у нас нигде не тянет сейчас бальзамчиком так чуть пройдемся дабы засветить его очень удобный дозатор поворотный такой вот много не выдавишь вот три раза я думаю нам этого будет даже много возможно да но хорошо быстро впитывается да они таким обладает нежным очень ароматом сейчас пока будем подводить итоги как раз и посмотрим как быстро у нас это дело все впитается значит ребят что скажу по станочку все таки основной упор мы делаем именно на него в сегодняшнем бритье значит плита 1.1 открытая гребенка и плита 1.1 закрытая гребенка да лезвие лезвие физер кто забыл значит при условии что ребят гап отнюдь не маленький но эффективности этот гап не дает то есть вы видели два прохода и потом нам пришлось еще делать добривки то же самое я обратил при первом бритье но при первом бритье соответственно еще больше был добривок так как лезвие было трит которая мягче физера не такой агрессивная вот и поэтому физер снял побольше да но и шелом по агрессивнее по коже то есть тут не каждому оно подойдет сочетание вот такого большого гапа 1.1 и лезвие физер что дальше дальше ребят сейчас я раскручу станочек открытую голову и покажу что я имел ввиду значит сейчас лезвие вытащу сразу как получается сколько меня было открыв.» я попробовал ну это 41 карве у меня было с открытой гребенкой дрозд с открытой гребенкой был получается Вот колибри с открытой гребенкой и розорок с открытой гребенкой вот очень большую роль играет то как не даже не обработана то как вытащены вот эти зубья гребенки как вытащены зубья самой гребенки и форма я могу сказать одно что вот здесь и на дрозде они очень похожи и будем так ведь нам на чувствительной кожи она тоже даст свой как бы сказать она тоже добавит агрессии ребят потому что концы не круглые а такие чуть-чуть ну тут есть плоскость на них короче говоря то есть вот на карве как раз они прям кругленькие и они очень хорошо идут по коже тут даже я на своей дубовой кожи я почувствовал то же самое было и на дрозде со скрытой гребенкой то есть там это гребенка чувствуется сейчас посмотрю вот у нас я считаю один из эталонов до во власти в важном бритья 41 голова ребят смотрите какие тут грани у гребенки они закруглены они вообще плавные плавные единственная грань тут получается идет снизу вот это вот но бреетесь то вы вот тут вот и вы эту часть не чувствуете а здесь как раз что у дрозда что у калибри вот это вот гребеночка сам зуб и и он такой ну вы его чувствуете на коже поэтому тоже такой нюанс и к чему это я все веду ребят к тому что при большом гапе 1 и 1 гап не каждому подойдет он во первых во вторых нет той эффективности которую я бы хотел достичь кто-то в меня сейчас может сразу начать бросать там яйца с помидорами но ребят вот далеко ходить не надо два станочка таймлесс 095 вольфман 115 да вы знаете даже наверное game changer если в game changer 84 заряжаю желтый биг с визером я его не пробовал я за два прохода бибес я понимаю что желтый биг не всем заходит но в game changer желтый биг когда мне надо быстро и чисто побриться это просто идеал так что ребят вот такой вот сегодня получилось бритьем свое мнение по станочку я уже так определил попробуем еще раз также побриться я думаю сразу открытый закрытой головой посмотрим какое-нибудь другое лезвие возьмем а я думаю что мы даже далеко ходить не будем мы возьмем как бы вот где крайности физер и астру зеленую и посмотрим как она все как они себя поведут зеленый астры астры блюются многие астры многие любят вот мы посмотрим что мы получим так что вот такие выводы у нас будут по станочку дальше по мылу ребят мы вам пользовался первый раз вы видели что баночка была новая мыло мне понравилось цена баночки не помню но по-моему что-то в районе там 400 500 рублей у такой маленький да там 59 грамм в принципе мыло наколошматилась много помазок чаще еще мыло дофига поэтому хватило бы и меньшего гораздо количество при условии что станок агрессивно да по коже он хорошо чувствовался но мыло проявило себя очень хорошо то есть никакой сухости стянутости кожи у меня не было дальше дальше бальзамчик ребят авто шейф мистер джентли вот такой вот он с красной этикеточкой ребят он мне очень нравится я вообще как бы бальзамчики не особо люблю но вот этот бальзам не зашел у меня он очень понравился в принципе мне эта серия вот мистер джентли нравится у меня есть шампунь их не и умывашка для лица там гель такой тоже очень хороший они отнюдь не дешевые продаются насколько я знаю только в одной сети вот но они того стоит ребят мне понравилось как бы в общем доступе пожалуйста пошли магазин купили ну и помазок ребят но помазок у сами видели тут он справился своей задачи на 5 баллов мыло накалашматил мыло нанес все супер 5 баллов зениту барсучку стабильно работает вот такое вот ребят сегодня у нас было бритье как всегда лайки и комментарии приветствуется подписка на канал ставим колокольчик вопросы какие будут на почту или в инстаграм ссылочки все будут под видео в описании всем хороших выходных до следующих встреч пока пока